Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире. Телефон студии плюс семь четыре девять пять шесть пять десять девяносто девять и шесть. Итак, в сегодняшней программе мы поговорим о том, что запикивание и многоточие могут попасть под действие закона об административной ответственности за использование нецензурных выражений в средствах массовой информации. Как только что говорили в новостях, уже в весеннюю сессию в Госдуму может быть внесен законопроект, снижающий возраст уголовной ответственности с 16 до 14 лет, а по особо тяжким преступлениям до 12 лет. Также мы обсудим сегодня историю, вернее, заявление патриарха московского и всея Руси Кирилла, который выразил обеспокоенность небольшим количеством московских школьников, выбравших для изучения модуль основы православной культуры. И, естественно, мы сегодня обратимся к событиям второго рабочего дня Всемирного экономического форума в Давосе. Итак, запикивание и многоточие могут попасть под действие закона об административной ответственности за использование нецензурных выражений в СМИ. Причем, по мнению авторов законопроекта, смысл звукового сигнала на телевидении или радио или многоточие в написанном тексте будут расшифровывать судьи. Правда, по каким критериям законотворцы не уточняют. О том, что парламентарии подумывают запретить запикивание и многоточие в средствах массовой информации заявил один из авторов законопроекта депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. К этому вопросу нельзя подходить формально. Можно человека оскорбить просто поставив точки, заявил народный избранник. Вот об этом сейчас мы и будем говорить с нашим экспертом Владимиром Славкиным, филологом, доцентом кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского государственного университета. Владимир Вячеславович, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, многоточие можно оскорбить? Ну, многоточие очень хороший знак пунктуционный. Я думаю, что им как таковым оскорбить невозможно. Но дело в том, что в ситуации, которую вы описали только что, многоточие является неким заменителем, эфемизмом, нецензурного, неприличного слова. На мой взгляд, многоточие выполняет такую превентивную функцию, потому что оно не дает нам возможность прочитать нецензурное, неприличное слово или скверное слово на страницах газет. Хотя, впрочем, это и запрещено законом на русском языке, как на государственном языке. Мне кажется, что пытаться подставить что-то под это многоточие, это, ну, помысливание определенное, которое... Я не берусь на себя ответственности представить себе, что имел в виду автор в запеканном тексте или вот в тексте, который представлен в виде звёточек. Владимир Вячеславович, а как быть, ну, скажем, с Пушкиным? Вот я, журналист, хочу процитировать великого русского поэта. Ну, наверное, не надо широко рассказывать. Я вас сразу перебью, значит, вы сейчас мне будете говорить о известных эпиграмах Александра Сергеевича Пушкина. Я должен сказать, что это один из постоянных аргументов тех, кто выступает за свободу нецензурной лексики в публичной речи. Дело в том, что Пушкин, когда писал свои эпиграммы и использовал там достаточно нецензурные слова, а мы доказываем все какие-то слова, всё-таки, да, по нашему опыту речевому, он не предназначал это для публичного выступления в качестве публичной речи. Эпиграммы, вот стихотворные дружеские послания, это дружеское стихотворное послание. Это для одного-двух, ну, нескольких друзей. Мы же в данном случае говорим о публичной речи. Будь то речь художественная, будь то речь в средствах массовой информации, и это всё подчиняется вот требованиям закона, известного закона о русском языке, как государственном языке Российской Федерации, что нецензурная лексика здесь недопустима. Да, я понимаю, но мы же тоже взрослые люди и понимаем, что, ну, многоточие можно заменить десятком звёздочек, и все поймут, о чём опять же идёт речь. Ну, вы знаете, можно заменить, если есть стихотворное произведение, если рифовка подскажет вам, какое слово подразумевал автор. На мой взгляд, всё-таки эти точки запикивания, они вот выполняют в какой-то степени эсфемистическую такую роль. Они не называют прямо нецензурное слово, которое по каким-то причинам всё-таки автор пытается втистать на газетную полосу или на книжную страницу. Мне кажется, что вот эта норма, прописанная в этом законе о русском языке, о том, что допускается использование нецензурной лексики по художественным соображениям в тексте художественного произведения, излишне широко толкуется. Я, честно говоря, встречал вот в произведениях, которые сдаются сейчас, нецензурную лексику, и я не нашёл практически ни в одном случае обоснования именно художественного, глубокого обоснования для использования таких слов. Ну вот как раз... Сквернословие, а то есть сквернословие, тут же ничего не поделаешь. Я понимаю, но как раз вот художественные и иные художественные произведения закон не будет ограничивать. Да, это непонятно, потому что художественная речь и средства массовой информации это всё публичная речь. Это речь, с которой знакомятся дети, прекрасные дамы, мужчины, которые имеют навыки речевой деятельности. Мне кажется, что если проводить такую границу, совершенно недопустимо. Средства массовой информации и публицистика, и, с другой стороны, художественная речь, в какой-то степени выполняют функции эстетические. Поэтому здесь такого разграничения, на мой взгляд, быть не должно. Владимир Вячеславович, у нас есть звонок от слушателя Максим. Алло, Максим, добрый вечер, вы в эфире. Я хотел бы сказать, что из этой затеи навряд ли что-то получится, потому что, к сожалению, из населения делать так называемых подсаков не будет. А что вы имеете в виду? Ну, я хочу сказать, что дело в том, что немощность государства заключается у нас, прежде всего, в запретительных мерах. Нельзя ничего запрещать. Человек должен сам подойти. И для того, чтобы ему, пардон, не материться, нужно создать условия. Создать условия семьи, соответственно. Депутаты, они такое ощущение, что они с другой планеты, не с планеты Луна. А если выражаться выражением джентльменов удачи, то они просто редис. Спасибо. Вы знаете, я абсолютно солидарен с мнением Максима, потому что запрещать явочным порядком законам, используя каких-то слов, невозможно. Во-первых, вы представляете себе текст такого закона, где будут прописаны все слова, которые необходимо запретить. Ну, сразу можно авторов и штрафовать за это. Сразу же. Вот, в том числе и экспертов. А с другой стороны, вы знаете, вот я в свое время был на парламентском слушании в Госдуме, когда выступал господин Зариновский, и он там ратовал вместе с своими коллегами за употребление такой нецензурной лексики. Это когда речь шла об обсуждении этого закона, о котором я говорил. Так вот, я на этих слушаниях в Госдуме сказал, что на самом-то деле здесь должно быть только одно обстоятельство. Должен быть стыд у человека. Если человеку стыдно говорить, да, то он эти слова не произнесет. А если у него нет ни стыда, ни совести, тогда он будет просто материться и получать от этого какое-то внутреннее удовлетворение, вероятно. Но такому человеку руку подавать не стоит. Я боюсь, тут речь немножко вообще о другом идет. Что вот эти многоточия могут так же оскорбить, как и слово. При этом, вот однажды в моей практике была замечательная фраза, произнесена моим главным редактором, который сказал, с каких-то пор журналисты разучились писать так, чтобы на них не подавали в суд. Вы знаете, это блестящее мастерство публициста заключается в том, что он может выразиться так, что его все поймут, все, более того, разделят его эмоции, негодование по поводу того или иного выступления или факта, но при этом все будет абсолютно безукоризненно с точки зрения закона. Вот можно выразить мнение негативное по отношению к человеку так, что оно будет неоскорбительным, не придерешься к этому в суде. И тем не менее все поймут, что вы назвали его вполне определенным образом. Нехорошо так. Это эфемистично тоже. То есть вы обозвали его, но обозвали его интеллигентно, не нарушая внешних приличий, по крайней мере. Владимир Вячеславович, все равно, и все-таки возвращаясь, авторы закона, вот этого предложения вернее, предлагают, что решать вопрос о виновности или невиновности средства массовой информации должны будут судьи. Я так понимаю, что в общем... Вы знаете, я могу гарантировать, что судьи ничего этого делать не будут. Судьи будут направлять большое количество лингвистических экспертиз. Более того, мы занимаемся этим экспертизом на кафедре на протяжении лет 15 уже. И должен сказать, что судьи очень часто направляют нам запросы по поводу элементарных совершенно слов, трактовок, которые они могли бы сами вполне определить. Но если уж они не могут определить статус и значение слова своего родного языка, то тем более они будут обучаться по поводу вот этих знаков припинания, звездочек, отточий и прочих, которые будут сбежать в этих текстах. А что имел в виду автор, ну, вставя эти отточия, ни один судья, ни один эксперт вам не скажет. То есть вас завалят экспертизами? Завалят экспертизами, и я думаю, что у нас будет большое количество судебных заседаний, которые будут тянуться годами, может даже и дольше еще. И напоследок... Такой реальной перспективы этот законопроект не имеет, мне кажется. Спасибо. И все-таки напоследок, если все-таки это будет принято, эти поправки, вы думаете, этот список будет полностью опубликован? И значки тоже, я имею в виду, полный комплекс? Я даже не представляю себе, в какую форму вылится этот закон. То есть нужно читать и вдумчиво узнавать. Но мне кажется, все-таки, что в Госдуме у нас есть экспертное сообщество, которое проверяет законы на вменяемость. Я думаю, что там должно быть такое. И если этот закон будет совершенно четко противоречить эти реальности, то, наверное, они его и не будут принимать. А если примут, то отменят потом рано или не надо. Ведь у нас же, знаете, в нашей стране очень многое принятое... Потом отменяется. ...подвергается отменам разного рода. Да не буду говорить о чем именно, а вы понимаете, что я имею в виду. Большое вам спасибо. Напомню, что у нас на телефонной связи был Владимир Вячеславович Славкин, филолог, доцент кафедры стилистики русского языка, факультета журналистики Московского государственного университета. Мы говорили о запикивании и многоточии в средствах массовой информации. Мы продолжаем обсуждать итоги уходящего дня. Телефон в студии. Плюс семь, четыре, девять, пять, шесть, пять, десять, девяносто девять и шесть. Пожалуйста, звоните, если вас что-то интересует. Вот. Мы продолжаем. Уже в весеннюю сессию в Госдуму может быть внесен законопроект, снижающий возраст уголовной ответственности с 16 до 14 лет, а по особо тяжким преступлениям до 12 лет. Бывший следователь Следственного комитета МВД, ныне адвокат Павел Зайцев, считает, что подобная инициатива может быть целесообразной. Павел Васильевич у нас на телефонной связи. Здравствуйте, Павел Васильевич. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему вы считаете, что такая мера будет целесообразной и эффективной? Ну, вы знаете, есть определенная статистика, которая связана с тем, что, да, правонарушения совершаются лицами и 12-летнего возраста, и 13- и 14-летнего возраста. Дело в том, что мы все сразу боимся, как же детей будут сажать в тюрьму. Да не будут их так просто сажать в тюрьму. Если будут совершены какие-то преступления, которые не относятся к категории тяжких, то вряд ли суд 12-13-14-летнего подростка посадят в тюрьму. Но если будут совершены такие действия, которые квалифицируются как убийство или терроризм, совершенные 12-13-летним подростком, то сейчас, в настоящее время, по нашему действующему законодательству, это лицо не подлежит уголовной ответственности. Если мы внесем изменения в уголовный кодекс, то лицо будет подлежать уголовной ответственности, и суд будет принимать решение, стоит ли это лицо заключать под стражу, реально лишать свободы или нет. Я считаю, что это целесообразно, потому что многие преступники, я знаю, пользуются тем, что у нас возраст уголовной ответственности наступает с 14 лет. Поэтому специально вовлекаются в преступную деятельность несовершеннолетние подростки, которые используются, например, при совершении или карманных краж, или так называемые форточники, которые имеют специализацию, ну и другие преступления. Поэтому я считаю, что это целесообразно. Павел Васильевич, а вы полагаете, что подростки вот в этом возрасте, они до конца дают себе отчет о том, что они делают, куда их втягивают? Я думаю, что да. Могу сослаться на практику других государств, других государств. Есть даже факты, где уголовная ответственность наступает гораздо раньше, чем 12 лет. И 14 в том числе. Вот, поэтому, но если будут сомнения в том, что лицо отдавало себе отчет, там, 12, 13, 14-летний отчет в том, противозаконные его действия или нет, ну, на это есть специальная психологическая экспертиза, психиатрическая экспертиза, в ходе которой можно установить, а лицо отдавало вообще отчет в своих действиях, не отстало, но в развитии в своем умственном. Я понимаю, что вы имеете в виду, но вот буквально недавно я читал историю, которая в Соединенных Штатах, правда, произошла, когда ребенок, подросток, 12-13 лет, принес в школу, ну, это классическая сейчас история в Штатах, и начал стрелять. И когда один из заложников, попавших под обстрел, людей спросил, что же ты делаешь? Говорит, я стреляю, это же прикольно. Вот как быть в такой ситуации? Это игра для ребенка была. Ну, для тех, в кого он стрелял, и кого он мог убить или убил, это была явно не игра. Это понятно. В данном случае общество должно как-то защищаться, чтобы родители, опекуны этого ребенка знали, чему нужно учить ребенка, чтобы он не делал определенных вещей. Нужно его воспитывать. Скорее всего, этот ребенок этого просто не знал. Но тогда речь идет о воспитывать, да? Огромное количество... Мы сейчас, правда, вторгаемся в другую историю, в другую сферу. Огромное количество стрелялок, игрушек компьютерных. Дети с малолетства стреляют и считают, что это действительно игра. В данном случае общество и государство должно воспитывать, и семья в том числе, воспитывать, принимать участие в воспитании детей. И они должны знать, что это не игра, что это убийство. А если этого ребенка убьют, которому там 8-12 лет, это будет для родителей, для общества утратой? Будет ли это преступление? Но вот здесь вопрос баланса. Это философский. Философский фактический вопрос. Я думаю, что в данном случае, в данном случае по поводу возраста, суд в каждом конкретном случае будет разбираться. Потому что мы с вами в целом это обсуждаем. У нас же нет конкретики, конкретного факта. Наш суд решит, действительно ли лицо не отдавало себе отчет. Вот вы описали ситуацию, где ребенок не понимал, что он делает. Пожалуйста, я сказал, провести психологическую экспертизу, которая даст заключение, что он не понимал, что он делает. Что он отстал в своем развитии. Поэтому он не подлежит уголовной ответственности. Спасибо большое. Я напомню, что у нас на телефонной связи был Павел Васильевич Зайцев, ныне адвокат, в прошлом следователь Следственного комитета Министерства внутренних дел. Павел Васильевич выступает за снижение возраста уголовного преследования. Но у этой инициативы есть и противники. И у нас на связи Светлана Ганнушкина, член Совета правления Центра Мемориал, председатель комитета гражданское содействие. Светлана Алексеевна, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вы, вот ваша позиция, вы выступаете против снижения возрастов, в котором наступает уголовная ответственность. Почему? Да, я думаю, что это совершенно, в этом нет необходимости. Потому что есть преступления, которые здесь вообще неоткутливы как преступления. Например, кражи. Это появляется, вот это чувство святости частной собственности появляется гораздо позже. И на самом деле не свойственно человеку от природы. И всем, кто в этом сомневается, я бы советовала прочесть письмо Баратынского Жуковскому, который описывает, то есть Баратынский, как он в юности, в возрасте 15 лет, вместе со своими друзьями из Пашского корпуса, если не ошибаюсь, ограбили человека, который пригласил его в гости. Он потерял ворянство, он выражал его солдаты, прошел долгий путь возвращения в ту среду, из которой он вышел. И это очень получительное письмо, которое показывает, насколько ребенок или даже подросток не готов воспринимать правила нашей жизни. И потом второе. Насколько неинтересно, вот самый низкий уровень, ну это какая-нибудь Индия или Сингапур, там вообще 7 лет. А это, в общем, давайте не будем, все-таки мы больше не европейскую систему равняемся. Значит, это Англия, это Великобритания, и оттуда Соединенные Штаты, Австралия, там возраст вести, хотя в Соединенных Штатах, в разных Штатах, в Париже. С 10 лет там во многих Штатах. Да, и ни к чему хорошему это не примут. А вот другой пример, это Скандинавия. В скандинавских странах довольно высокий вот этот вот возраст ответственности. И Финляндия, имея опыт, так сказать, российский, сначала имела более низкий уровень, а потом перешла на скандинавский. И при этом число преступлений не увеличилось. И вообще дело, конечно, не в возрасте, а в ответственности. А ответственность за ребенка все-таки несут взрослые люди. И вот они должны очень серьезно наказываться. Вот я считаю, что, например, есть ли сейчас вот такие преступления в мане, когда брат убил сестру, 10-летний ребенок убил сестру, потому что она так совершала не те поступки, которые нужны из мусульманской страны. и его не судят, потому что он не датит возраста ответственности. А родители не судят, отца не судят и братьев, потому что не было прямых указаний, а отец сказал, ты знаешь, что надо делать. Вот этого не должно быть. Вот родители должны нести ответственность. Вот отца должны были привлечь, а все строгости к ответственности, как организатора преступления. Светлана Алексеевна, вот перед вами мы разговаривали с адвокатом Павлом Зайцевым, и он, наоборот, настаивает на том, чтобы эти дела все равно передавали в суд, возраст был снижен, и уже суд будет разбираться, отдавал ребенок себе отчет о том, что он делал, или не отдавал. Вы знаете, во-первых, у нас, к сожалению, судебная система сейчас не является независимой. Мы все знаем, сколько у нас судебных ошибок и простых фальсификаций, и вот отдавать это на откуп конкретному судье и адвокату, который еще неизвестно, какой он адвокат, потому что мы все время сталкиваемся с тем, что, к сожалению, адвокаты часто выполняют не свою адвокатскую работу, а занимаются совершенно иной. При том уровне коррупции, который у нас есть, на мой взгляд, это не допустима. Давайте мы сейчас адвокатов обсуждать не будем, мы обсуждаем конкретные предложения. А конкретное предложение в конкретной ситуации. Вот на сегодняшний день, на мой взгляд, ситуация такая, что взрослые должны брать на себя ответственность за детей, а максимально нужно определить, несмотря на то, что мне казалось бы, что судья должен большой ответственность на себя брать, но, тем не менее, вот такие вещи на него ответственность отдавать нельзя. Это должно быть определено законом. И, тем не менее, как же быть с теми... И должна быть еще юстиция, воспитанная на том, на понимании детской психики. Вот что очень важно. Вы говорите о ювенальной юстиции. О ювенальной юстиции, но в каком-то не том понимании, которое сейчас вот ей передается, когда родители могут, можно, забрать детей. Я говорю именно об особом подходе к детской преступности. Пока этого особого подхода нет, пока судья к этому не готовы, вводить это невозможно. И все-таки как быть... Хотя я очень беспокоюсь о повышении подростковой преступности, детской жестокости, которая сейчас возникает. Но начинать надо не с этого. У нас всегда все хотят решить изменением на бумаге, а не изменением по существу. А по существу это как? Ну вот 12-13 лет карманник и форточник. Что делать? Родителей сажать? Нет у него родителей, он на улице растет. Зачем же его сажать? Ведь из этих карманников и форточников вспомните педагогическую поэму. Приличные люди вырастали. Его воспитывать надо. Ну, к сожалению, Макаренков у нас не так много. Так вот надо воспитывать Макаренко. Надо, чтобы у нас было больше Макаренко, чтобы мы сами были с ней немножко Макаренки. И к 12-летнему мальчику, который украл, я категорически против того, чтобы к нему применялись вот эти вот законы так, как к взрослому человеку. Потому что это вообще не насильственное преступление. Это совершенно разное. Вот когда подростки забили бомжа насмерть, вот тут у меня гораздо больше возникает вопроса к тому, могут эти люди дальше жить как нормальные, и что нужно сделать для того, чтобы это было так. А когда подросток крадет булку, потому что он голодный, ему нужно думать о том, что происходит в сообществе, в котором голодные подростки. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Напомню, что у нас на связи была Светлана Алексеевна Ганушкина, член Совета правления Центра Мемориал. И мы сейчас при помощи наших экспертов обсуждали предложение о снижении возраста, в котором наступает уголовная ответственность. С 16 до 14 лет по особо тяжким преступлениям до 12. Мы продолжаем подводить итоги уходящего дня. Телефон прямого эфира плюс 74956510996. Сегодня патриарх московской всей Руси, Кирилл, выразил обеспокоенность небольшим количеством московских школьников, выбравших для изучения модуль основы православной культуры. В Москве изучать православную культуру захотели лишь чуть больше 23% школьников. Это самый низкий показатель в Центральном федеральном округе. Поступают обоснованные жалобы на то, что многие родители не имеют возможности в полной мере распорядиться правом выбора того или иного модуля для своих детей, включая православную культуру, заявил патриарх. По его мнению, это зачастую происходит вследствие неверной трактовки некоторыми руководителями образовательных учреждений и органов управления образованием понятия светскости государства, а также оказанием давления на родителей, с тем, чтобы они выбрали для своих детей основы светской этики или основы мировых религиозных культур. На самом деле, эта история очень спорная. Многие представители образования различных конфессий выражали сомнения вообще по поводу целесообразности введения подобного предмета в школах. Тем не менее, этот предмет был введен по статистике Министерства образования. Большинство родителей предпочли нейтральные предметы. Около 41% высказали желание изучать основы светской этики. Еще 20% выбрали курс «Основы мировых религиозных культур». У нас на связи Сергей Казарновский, заслуженный учитель России, директор Центра образования, класс-центр номер 686. Сергей Зинович, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, копий было вокруг этого предмета сломано огромное количество. Вот его ввели. Родители сами выбирают сейчас, я так понимаю, за своих детей, что им изучать. Да, да, совершенно верно. А почему же тогда так, ну я бы сказал, нервно русская православная церковь реагирует? Вот всего 23%. Ай-яй-яй, ну и что? Мне кажется, что просто она абсолютно из большевиков вышла. И это абсолютно большевистский такой посыл, недовольство человеческим материалом. Вот что это не происходит так, как им бы хотелось. Но жизнь другая, особенно если говорить про Москву. Вот она показала так. Я читал слова нашего руководителя церковного Кирилла, который сказал, что школа давит на родителей. Ну, это большей нелепости трудно, конечно, придумать. Мне кажется, что все происходит как раз очень объективно. Потому что родители хотят такого культурологического подхода. Они хотят исключить максимальное количество каких-то столкновений. Потому что школы переполнены действительно разными людьми. В Москве это уж точно и очевидно. Поэтому это как раз вообще школы самое конфликтное место на Земле. Такое количество интересов там всегда сходится, что избавление еще от одного конфликта и культурологический подход. Мне кажется, это очень точное, абсолютно отражающее настроение людей, ну как минимум московские. Сергей Зинович, насколько я понимаю, сейчас вот среди как раз детей, которые учатся в школах, очень высок процент детей-мигрантов, которые приехали в Россию. Ну, конечно. Ну, понятно, что они все-таки распределены как-то по Москве не совсем равномерно. Но, тем не менее, их огромное количество. Ну, вот Гений Александрович Ямбург недавно выступал и говорил о том, что в педагогической науке никогда не было так востребовано, ну, как преподавание русского языка иностранцам. Да, это реальность, с которой мы столкнулись. Да, понятно, что эти люди, дети их, ну, огромное количество составляют учеников наших сегодняшних школ. И это проблема, которая влечет за собой, ну, много всяких следствий. Вот одна посылка, только это колоссальное количество следствий. Поэтому, и это влияет, безусловно, на этот процент, о котором говорит Кирилл. Сергей Зеленович, насколько я, вот опять же, сегодня читал, вот этот предмет, который введен с четвертого класса, а не рано ли? Ну, времени введения о самом предмете я могу сказать, только ссылаясь на Кураева, который... Я читал это где-то, ну, где-то год назад, наверное, который сказал, что так, и те, кто преподает этот предмет, когда я с этим столкнулся, я бы никогда свою дочь не отдал в обучении и так далее. Ну, потому что это совершенно такой не очень понятный момент, почему четвертый класс. Ну, наверное, чтобы не загружать пятый. Рано или не рано, и как с ними говорить? Нет, говорить об этом можно, вообще говоря, в любом классе, в любом возрасте. Это правда, просто на разных языках. Просто на разных языках. И есть там библейские книги для самых маленьких детей, абсолютно точно. Вот. Но почему так выбрано? Я на этот вопрос ответить, честно говоря, не могу. У нас, естественно, у меня в школе, естественно, это все происходит. Но мне кажется, что плохого с точки зрения разговора об истории мировых религий и о том, как они существуют, их возникновения и взаимодействия, если об этом правильно говорить, всегда разговор, речь только об одном идет. Как говорить с детьми, об этом с ними, может быть, о любых вещах. Я приведу просто простой пример. Сейчас в школе обсуждается совершенно, казалось бы, ну, фильм про другое. «Остановился поезд» Абдрашитова, да? Казалось бы, ну, какое дело детям до тех событий. Блестящий, очень интересно идет об этом разговор. Поэтому вопрос о том, лишь всегда, как говорить и кто будет говорить с детьми. Вот и все. Но этих людей действительно очень мало. Очень мало. Сергей Зинович, у нас есть телефонный звонок. Давайте нашего слушателя послушаем. Извините за цифтологию. Василий. Добрый вечер. Здравствуйте, вы в эфире. Да, замечательно. Я, честно говоря, несколько раз столкнулся с тем, что при выборе, какую форму обучения людям выбирать, со стороны руководства, навязывалась просто позиция, что вот сетское образование и только. Им может быть проще. Вот с одной стороны. С другой стороны, может быть, это некое этническое угод, которое в московском образовании присутствует. Василий, скажите, а вы сами столкнулись с тем, что вот вам, как родителю, навязывали какой-то курс? Ну, у меня, скажем так, это будет еще через год-полтора, через год. Вот это было с моими друзьями. А что именно навязывали? Сетское образование. Хотя люди хотели выбрать православное образование. Ясно. Большое спасибо вам за звонок. Сергей Зинович, как прокомментируете? Ну, я не исключаю совершенно, что где-то это и происходит. Это совершенно нормально, что кто-то предлагает, понимая не только... Ну, я так думаю, да? Думая не только о конкретном данном человеке, ребенке и так далее. Но, понимая общую ситуацию школы и пытаясь, наверное, избежать неких конфликтов, что совершенно нормально, вообще-то говоря. Но, вот я только что смотрел детей в первый класс. Я понимаю, что дети все приходят, у них у каждого крестик, мы там с ними играем очень весело, когда мы смотрим их. У них у каждого, они все крещеные дети, все нормально. И, тем не менее, в разговоре с родителями понятна одна вещь, что они хотели бы, чтобы такого рода просвещением они занимались немножко по-другому. Либо в семье, либо в воскресной школе и так далее. А не в школе, где это является одним из уроков, понимаете? Потому что все очень боятся, пройдя школу, что школа очень часто, очень часто, да, построена таким образом, что внушает некое отвращение. Потому что вот так школа устроена. Я скажу даже больше. Один замечательный педагог, как сказал, до семи лет мы учим детей ходить и говорить. А потом они приходят в школу, и мы их учим сидеть и молчать. И вот, исходя из этой логики, многие просто реально боятся, пусть это будет, так сказать, не предмет, который для него сокровенен, если они православные, нормальные, истинно православные люди. А этим они займутся потом в семье, со своим батюшкой, либо в воскресной школе и так далее. Мне кажется, это нормальная история. И разговор о светской школе тоже не бессмысленный. Потому что, ну, вообще, вы должны понимать, что вопрос религии и школы – это вопрос не российский только. В Европе, Лига образования Европы, считает, что сегодня, за столько лет они этим занимаются, одним из главных вопросов. Да, они стараются все время доказать о том, что школа, ну, не доказать, а борется за светскость европейской школы. Там много католических школ, много всевозможных школ. Большое. И тем не менее, это вот достаточно. Да, Сергей Зинович, ну, мы просто ограничены по времени. Мы еще хотели предоставить слово, собственно, представителю Русской Православной Церкви. И я благодарю вас за то, что вы приняли участие в нашей программе. У нас на связи Сергей Никитин, отец Сергий, настоятель храма преподобного Семена Столпника. Отец Сергий. Алло. Да, да. Да, отец Сергий, здравствуйте. Добрый вечер. Вы, наверное, слышали часть нашей дискуссии? Да, немножко. А вот все-таки тот предмет, который сейчас опять стал широко обсуждаться в школах, да, по-разному, шесть модулей так называемых. Вот сегодня патриарх московский Сея Руси Кирилл сказал, что очень маленький процент в Москве выбрали основу православной культуры. 23 процента. Разве это мало? Ну, на самом деле, мало. Конечно, мало. Вы знаете, вот то напряжение, которое создает непонимание глубоко этого вопроса, потому что традиционный уклад нашей жизни, он предопределяет определенную культуру, чтобы снять эти напряжения. И религиозное образование, пусть это православное, пусть это ислам, пусть это иудейское, оно дает очень четкое понимание вот сегодняшнюю цивилизацию. И те, кто сегодня не совсем как-то решительно, особенно родители, я вот знаю немножко по северу, многие, ну, многие недопонимают этого. Я думаю, что это первые шаги сейчас у нас здесь, в Москве. А в дальнейшем это будет все 100%. Ну, разве плохо, если дети изучают, скажем, основу мировых религиозных культур? Почему православное, вот именно православие? Ну, мы же живем в русской традиции, мы живем... Я понимаю, но мы живем в то же время в многоконфессиональном государстве, я вот сам тоже православный. Ну, пожалуйста, пожалуйста, почему же? Ведь я предложил всем нанять, пригласить своих учителей, мусульманам пригласить своих учителей, иудеям своих учителей. Но самое важное, чтобы это не несло агрессию. Самое важное, чтобы вот эти религиозные основы, которые сегодня уклад нашей жизни формирует, это очень самое важное. Потому что, вы знаете, все, что сегодня мы принесли из-за океана и из Запада, только грязь. Только грязь. Уклад, настоящий уклад, русский, добрый уклад, миролюбивый уклад с какими-то удивительными основами патриотизма. Насколько я понимаю, ни одна религия не призывает к насилию, воровству, убийствам и прочему. Да, это так. И эта религия будет помогать молодым нашим ребятам, маленьким ребятам формироваться. Так что, это только первые шаги сейчас, да. И святейший патриарх наш Кирилл, он, конечно, обеспокоен тем, что есть недопонимание. Но мы в пути, мы в пути. Я думаю, что в ближайшее время многие осознают это и обязательно к нам. Ну, дайте бог. Я благодарю вас за то, что вы нашли возможность принять участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что мы говорили о так называемых модулях предмета «Основы религиозных культур и светской этики», который сейчас изучается с четвертого класса. На него в школьной программе отведено 34 часа. Ну, будем надеяться, что у детей получится это понять. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Сегодня второй день работы Давосского Всемирного экономического форума. У нас на связи главный редактор радиостанции «Финам-ФМ» Катерина Романова из Давоса. Катерина, добрый вечер. Добрый вечер, радиослушатели. Привет, Михаил. Сегодня действительно второй день в Давосе продолжает свою работу российская делегация на Всемирном экономическом форуме. В Конгресс-центре прошел брифинг для СМИ с начальником экспертного управления президента Российской Федерации, представителем президента Российской Федерации по делам группы ведущих индустриальных государств и связи с представителями лидеров стран-участников «Большой двадцатки» Ксении Юдаевой. В «Русском доме» состоялась презентация заявки на проведение международной выставки «Экспо-2020» в Екатеринбурге и обсуждение сценариев развития Российской Федерации в мероприятии, организованной компанией BWC «Прайс Суперхаус Куперс». Модератор этой неформальной дискуссии, ректор Российской экономической школы, спикер одного из сценариев развития Российской Федерации вчера здесь, на пленарном заседании ВЭФ, Сергей Гуриев, прямой эфире «Финам-ФПМ». Сергей Маратович, добрый день. Добрый день, Екатерина. Все три сценария развития Российской Федерации, представленные вчера на ВЭФ, в Кавосе были названы пессимистичными и подверглись острой критике Дмитрия Ингредиева и Германа Грефа. Тем не менее, сценарии шаткой стабильности и конца спокойного бездействия не обрели популярность. А первый сценарий о восстановлении регионального баланса получил 75% голосов участников ВЭФ. Как вы думаете, почему и о каком четвертом сценарии говорили премьер-министр и глава Сбербанка? Я был участником этого проекта по созданию сценариев. Продолжался примерно год. Участники проекта, в первую очередь сотрудники Всемирного экономического форума, провели целый ряд обсуждений, магиевых штурмов. В них участвовали 305 рядов экспертов из российского международного бизнеса, научных кругов, государственных органов. Поэтому трудно сказать, что участники проекта не думали о таких простых вопросах. Просто участники проекта в целом, наверное, не разделяют оптимизма с точки зрения способности российского государства или желания российского государства решать проблемы повышения качества институтов, борьбы с коррупцией и так далее. И вот когда вы говорили о голосовании, Екатерина, я хотел бы напомнить, что участники премьер-министр заседания в поздравляющем большинстве своем сказали, что самая главная проблема в России – это качество государственных институтов. И из пяти вопросов, из пяти возможных вариантов ответов, 78% выбрали именно этот ответ, что показывает, что, к сожалению, пока российские международные бизнесмены не уверены в том, что четвертый положительный сценарий будет реализован. С другой стороны, мне кажется, хорошо, что нет и катастрофического сценария среди этих трех сценариев. Никто не говорит о каких-то апокалиптических вариантах развития событий. Мы хотели обсудить, ну не только я, все участники проекта хотели сделать работу, хотели собрать с точки зрения международного бизнеса общества. И, к сожалению, эксперты, которые участвовали в этом проекте, все хотят жить в хорошей стране, все хотят, чтобы реализовался четвертый положительный сценарий, где российское правительство побеждает коррупцию, строит конкурентную экономику. В России быстрыми темпами развиваются системы производства человеческого капитала и так далее. Но более реалистичными, к сожалению, были избраны эти варианты развития событий, где, возможно, такого рода реформы проходят в лучшем случае в некоторых регионах. Я думаю, что у экспертов просто нет задачи придумывать какие-то идеальные миры, на которые мы смотрим через розовые очки. Потому что если вы будете делать бизнес, исходя из своей мечты, это может кончиться плохо. Бизнес лучше делать, исходя из реальных вариантов развития событий. Нет, это очевидно совершенно. Но можно ведь не... Говорить о хороших сценариях можно. Но строить стратегию лучше, исходя из реальных сценарий. Вот Дмитрий Медведев, возвращаясь опять же к негативным сценариям экспертов, подчеркнул, что ему близок оптимизм Уинстона Черчилля, который считал, что трудности, которые предстоит преодолеть, не больше тех, которые уже пройдены. Вы это мнение разделяете? Безусловно, трудности, которые нужно преодолеть, не так велики. Многие страны с этими трудностями справлялись. Ничего не запрещает российскому правительству предпринять структурные реформы, создать конкуренцию экономику. Более того, эти планы правительство много раз уже заявляло и объявляло. Боюсь только, и об этом шла речь вчера на пленарном заседании, это не я сказал, но боюсь, что многие участники говорили о том, что пока правительство отстает от политических целей, пока правительство не удается выполнять то, что заявлено. И вот только что мы вместе с Екатериной Анатольевной на сессии, когда мы обсуждали сценарий уже после пленарного заседания, и когда я сказал, что указ от 7 мая, подписанный Владимиром Путиным, сразу после иностранства о том, что Россия в 2015 году будет на 50-м месте в лейтинге «Дуин бизнес», подавляющее большинство аудиторий, к сожалению, встретило скептически, и даже некоторые люди засмеяли. Сергей Миронович, вот буквально вчера смотрел новости, и по одному из прогнозов, не буду сейчас врать, просто не помню, но одной из ведущих компаний России, наоборот, прогнозируют пятое место в течение ближайших 10 лет в мировой экономике. Вы знаете, пятое место можно занять по целому ряду критерий. Речь идет, конечно, в первую очередь о пятом месте по размеру ВВП, не по ВВП на душу населения, то есть не по уровню жизни, а по размеру ВВП с точки зрения паритета покупательной способности. Это вполне возможно, особенно если страны, которые сегодня находятся впереди России, попадут в стагнацию, что весьма вероятно. И Россия уже находится на шестом месте, поэтому двадцатом месте, пятое место является вполне реалистичным. Но это не значит, что мы будем, что качество жизни, уровень жизни среднего россиянина будет в пятом в мире или шестом в мире. Россия находится сегодня в этих рейтингах на пятидесятых местах, и поэтому в лучшем случае к двадцатым годам мы будем жить, как сегодняшняя среднеевропейская страна, что будет очень хорошо. И вообще говоря, вот мы сегодня говорили на сети после пленарного заседания о том, что у России все не так плохо, и вот даже эти отрицательные сценарии, сценарии предусматривающие пусть медленный нарос. Но, с другой стороны, у России гораздо больше возможностей, и не хотелось бы эти возможности упустить. Сергей Михайлович, а в ходе вот этих дискуссий какие-то советы, может быть, давались для развития российской экономики? Советов было дано много. Все эти советы власть хорошо знает. Более того, многие из этих советов записаны в программах самоуправительства. Дмитрий Медведев много говорил о том, что он уже говорил об этом и собирается выполнять свои обязательства, развивать политическую конкуренцию, конкуренцию в экономике, проводить массированную приватизацию любой ценой. Он говорил о том, что Россия резко улучшит инвестиционный климат. Просто по каким-то причинам аудитория Всемирного экономического форума, судя по голосованию, считала, что правительство пока есть еще к чему стремиться с точки зрения выполнения своих обязательств. Насколько я понимаю, стремиться всегда есть к чему? Ну, мягко говоря, вы знаете, в разных странах есть разные проблемы. И в России главной проблемой является само государство. Именно так, судя по итогам голосования на пленарном заседании, считают большинство международного бизнес-сообщества. А что по этому поводу говорят в российской делегации, в члены правительства? Как эти ограничения будут становиться? Российская делегация считает, что по разным причинам раньше это не удалось сделать, но в будущем – да. Какие сроки? Я хочу добавить к вашему разговору о том, что сейчас после пленарного заседания на свободной дискуссии очень много уделила внимание российская делегация разговору про человеческий потенциал. Сергей Милович, что именно вы говорили о потенциале человека и на какой оптимистичной ноте закончилось это заседание? На самом деле одна из возможностей и преимущества России заключается в том, что в России все-таки очень образованная рабочая сила. И, к сожалению, конечно, качество российского образования снижается. И надеяться на то, что без улучшения качества государственных институтов нам удастся повысить качество образования, конечно, такой надежды нет. С другой стороны, если Россия будет проводить те реформы, о которых мы говорили, будет строить конкурентоспособное государство и, соответственно, конкурентоспособную образовательную систему, то у России есть все шансы на самом деле стать одним из ведущих игроков на мировом уровне образования и исследований. И это, в свою очередь, поможет создать конкурентоспособную экономику, которая не будет зависеть от нефинности. Я рассчитываю, что Сергей Маратович в прямом эфире радиостанции «Синам-ФМ» в одной из программ сможет рассказать нам много больше, чем в эти несколько минут, которые у нас есть. Спасибо большое, Сергей Маратович. И я хочу проанонсировать, что сегодня в русском доме в Давосе пройдет еще прием Лаоси Северных Кавказов. Урорт Северных Кавказов. Мы увидим и музыку, и прием во всей красе, который могут обеспечить наши южные национальности. И завтра в свободной форме в русском доме будут проходить также встречи и переговоры. Вечером приемов к открытиям. И, в общем-то, русский дом не заканчивает пока свою работу, ровно как и Всемирный экономический форум. Спасибо большое, Екатерина. Как и Сетин, хотел бы сказать, что действительно у курортов Северного Кавказа большое будущее. Хотел бы сказать, что слово Russian House на русский язык переводится не как русский дом, не как российский дом. Спасибо. Большое спасибо. Екатерина, у меня единственный вопрос к вам. Если вы меня слышите еще, что будет завтра? Завтра, как я уже сказала, будет свободный день в российском доме. Спасибо за поправку. И будут очередные приемы. А на Всемирном экономическом форуме продолжают свою работу иностранные делегации и средства массовой информации разных стран мира. Большое вам спасибо за участие в сегодняшнем нашем прямом эфире. Я напомню, что на прямой связи из Давоса у нас была Катерина Романова, главный редактор нашей радиостанции. А также Сергей Маратович Гуриев, ректор Российской экономической школы. Сегодня он был модератором дискуссии, которая была организована компанией Pricewaterhouse для неформального обсуждения проекта Всемирного экономического форума в Давосе «Сценария развития для Российской Федерации», а также вариантов развития российской экономики. Сегодня мы успели много чего обсудить. Надеюсь, завтра будет день также богатый на события. Я благодарю всех, кто принимал сегодня участие в нашей работе. Всего доброго, до завтра.